Видное давно стало сердцем литературной жизни Подмосковья. А все благодаря выдающемуся таланту Евгения Зубова, который жил и творил в нашем городе. Земляки его помнят и любят. На его доме в Месайлово установлена мемориальная доска. Одна из улиц носит имя поэта. В школах района проходят зубовские уроки. Большое количество людей собирает открытый фестиваль-конкурс «Зубовские чтения». 11 лет назад была учреждена Московская областная литературная премия имени Евгения Зубова. Премия Зубова – это первая литературная премия в Московской области. Уже потом пошли премии Рождественского, Пришвита, Смелякова и так далее. А это была первая ласточка. Это было трудно. Как-то у нас литературной премии есть государственной и хватит. А сейчас эта премия работает. И уже многие-многие талантливые поэты Подмосковья, и не только Подмосковья, но и Москвы, и даже иногородние получили эту премию. За годы существования премии ее удостоилось порядка ста человек. Получить медаль имени Зубова не только почетно. В литературном мире это считается особым знаком качества. Премия присуждается в четырех номинациях. Поэтам со стажем, начинающим творцам. За пропаганду творчества Зубова и в этом году было введено новое – краеведение района. Заведующая школьным музеем в Горках Ленинских Алла Антонова краеведением начала увлекаться в 2000 году. Сейчас ее коллекция насчитывает несколько изданий об истории горкинской земли. Никто из жителей не знал, что столько тайн она скрывает о древней истории края. И меня это настолько заинтересовало, что я начала ходить по деревням и селам, встречаться с самыми старыми людьми и очень много записывать из их воспоминаний и из их семейной хроники и собирать фотографии. В следующем году Евгению Зубову исполнилось бы 75 лет. В связи с этим администрацией Ленинского района создан оргкомитет по подготовке к празднованию этой даты. Помимо обычного списка мероприятий, планируется реконструкция его могилы. То, что на нашей земле жил такой замечательный поэт, переполняет нас чувством гордости за свою малую родину. И то, что именно он, живя с нами по соседству, воспевал нашу малую родину, все это способствует тому, что мы именно становимся патриотами, и любовь к большой родине начинается с любви к малой. Евгения Зубова часто называют Есениным видновской земли. Он прославлял родной край и искренне его любил. Много писал о природе. Сейчас о видном говорят литературная столица области. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.